Если человек вышел на Санкиртану, то он считается наиболее разумным из всех. Это означает, что когда он поет Харинаму, в этот момент люди вокруг получают пользу от его пения, даже если у него сложности с джапой, и он повторяет джапу на уровне намоаппарадхи. Это мое мнение. В этом милость читания Махапрагу. Как я уже сказал, джапа, это самые плоды могут быть самые отдаленные. Могут, конечно, быть и быстрые, но это трудно сконцентрироваться на джапе, отгонять все время мысли о Бхакти-Санте-Сарасваде. Одно из последних произведений, оно пхарща, по-моему, называется. Такое коротенькое произведение, состоящее из нескольких всего стихов. И один из последних стихов гласит, «Дорогой друг, не расстраивайся, если во время повторения мантры тебе в ум лезет всякая ерунда». Просто тряхни голову и продолжай повторять дальше. Это я так, аутрированно сказал. И вот в этих словах огромная существует, так сказать, огромная милость. Потому что вот эти слова обращены как раз к нам. Бывает, что человек, уставший повторять на уровне намапарадхи, бросает повторять мантру. И думает, я лучше не буду никак повторять, чем повторять на уровне намапарадхи. Но проблема как раз в том, что не пройдя оскорбительный уровень, нельзя достичь очистительного уровня. То есть, не моясь в душе, вы чистым не станете. Если человек смотрит на себя, думает, я такой грязный, и я вообще не буду мыться, потому что, ну и все равно я грязный, понимаете. Ну это же глупость. Если человек бросает мантру повторять, потому что устал быть на уровне намапарадхи, это его глупость, надо продолжать изо всех сил повторять. И может быть то, что я сейчас скажу, это очень такие кромешная тьма, и кромола вообще. Но повторяйте ваши круги так, чтобы их повторить для начала. Если вы поняли, что вы запутались в невнимательной джапе, просто успокойтесь, сядьте и продолжайте невнимательно повторять джапу до тех пор, пока 16 кругов не повторите. С телефоном вы повторяете, без телефона, с компьютером, без компьютера, под телевизор, под книгу, под надевание носков, я не знаю, в туалете, где угодно. Если вы увидели, что вы запутались в намапарадхе, то есть не в намапарадхе, а в невнимательном повторении, которое является корнем, надо успокоиться и продолжать это делать, и добить свои 16 кругов. И вот когда вы уже начали, у нас, видите, у нас беда такая с вами сейчас, мы живем в век компьютерных технологий, и, например, еще 25-30 лет назад, когда я начинал мантру повторять, Харе Кришна, этого не было ничего, было так легко, то есть не было указывать у каждого этих гаджетов, этих телефонов, которые просто каждую секунду хочется схватить их и начать тыкать пальчонками своими и так далее. То есть нам было тогда проще в те годы повторять. И, кроме того, мы были заняты санкиртаной на 100% каждый день, 7 дней в неделю. И самые худшие из нас, самые худшие, шли на алтарь и готовили просады. Самые худшие имеется в виду, те, у кого меньше всего книг распространяются. Это считалось, ну вообще, то есть, иди давай на алтарь. И человек шел на алтарь, и он там пуджарил, и при этом молился. Кришна, блин, я так не хочу этим заниматься, я хочу на улицу распространять сознание Кришны. А сейчас посмотрите, дисбаланс какой. Все хотят на алтарь залезть. Да что же это такое происходит? Вот и делайте со мной, что хотите. То есть, в Тюмени, например, 70 человек заняты в пудже. Представляете? Но у нас не меньше. 70 человек, в то время как достаточно двух. А остальные 68 пусть идут на санкиртану. Нет, у нас 70 человек. И у нас получают инициации первые и вторые через алтарь, а не через улицу. Это беда движения санкиртаны. У нас привилегия сейчас, это те, кто на алтаре. Я уже, я сейчас в гневе. То есть, почему так? То есть, ну давайте честно скажем, давайте честно скажем. На алтаре, пуджарить на алтаре, это удел неофитов. Или чистых преданных, которые имеют огромный вкус к пуджам на алтаре. Таких единицы, кто такие, знаете, как вот Монохара Прабу, или Джайгуранга Прабу, или Вишнурата Прабу, или там, я не знаю, вот в Майяпуре, вы знаете, есть два брата-близнеца. Джаннивас и Панкаджанхари. То есть, которые действительно имеют огромный вкус к этому. Но наш метод через улицу, а не через алтарь. Ну, встали на алтарь, попуджарили немножко, идите на улицу. Но когда у нас вот так вот дисбаланс такой произошел, что преданные через служение в храме, через алтарь получают инициации, первые и вторые. Это дисбаланс откровенный. В 90-е годы проще было получить через улицу, когда человек санкертанил, когда он распространял много книг, когда хоринамил, когда просад раздавал, то есть был таким активным. Ему было проще получить инициацию, чем когда он пуджарил на алтаре. Сейчас все наоборот. Результат, движение сжимается. Движение сжимается. Пусть неофиты звонят в колокольчики. И вы должны понять, если вы все еще звоните в колокольчики, и это никак не побудило вас выйти на улицу, значит, вы остаетесь неофитом. И если это действительно задевает вас, что как же я неофит, оказывается? А как мне стать серьезным, преданным? Общаться с теми, кто распространяет сознание Кришны, заразиться от них и идти. Идти на улицу распространять.